Господин председатель, я не имею слов, чтобы выразить глубокую печаль по поводу того, что сегодня происходит в свете такой эскалации действий, приведших к тому, чтобы перед всем миром, на глазах всего мира, Совет продемонстрировал сигнал неспособности решить проблему Сирии. Совет, который в прошлом веке создали для того, чтобы обеспечивать мирное урегулирование споров, к сожалению, превращается всего-навсего лишь для сцену, для публичных выступлений. И вместо того, чтобы заниматься консультациями для того, чтобы прекратить кропоролитие в Сирии, он проводит консультации с постоянным повтором тех же самых позиций и ведет диалог глухонемых. Мы производим заявление здесь, в этом зале, чтобы осудить или лишить себе ответственности за то, что происходит в Сирии, забывая при этом о том, что последствия наших выступлений, собственно, ничего особо не затрагивают за пределами данного здания. В то время как трагедия мученического сирийского народа продолжается, половина сирийского населения находится в перемещенном положении, сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли. И я хотел бы выразить глубочайшую печаль и соболезнование, сочувствие, сострадание в отношении любых граждан Сирии, которые следят за заседанием Совета безопасности. Честно говоря, наверное, никого сейчас в Сирии не интересует то, что происходит здесь, на этом заседании. Господин представитель, Египет голосовал за проект резолюции, которые сегодня были поставлены на голосование в целях дискалации в Сирии, особенно в Алеппо. К сожалению, и хотя мы прежде уже знали о том, что два этих проекта не пройдут голосование, наш голос за выражает позицию Египта, позицию, согласно которой, нельзя более мириться с тем, что так попирают судьбы арабского народа в регионе. Мы заявляем от имени крупнейшего арабского народа, от имени арабского мира региональным и международным державам с призывом положить конец трагедии в Сирию, прекратить соперничество, из-за чего гибнут сирийцы. Господин представитель, не могу не заключить свое выступление с словами сострадания. Ведь сейчас еще есть возможность серьезно заняться урегулированием сирийского кризиса. Скоро все члены Совета безопасности говорят о том, что хотят положить конец кровопролития, и мы будем очень серьезно к этому относиться. В следствии этого, не принимая значения того подхода, который предусматривается в обеих предложенных резолюциях сегодня, давайте усвоимся, что оба эти проекта охватывали ключевые положения, на которых мы должны выстроить работу в предстоящие дни. И это как раз те положения, за которые мы сегодня голосовали от имени своей страны. Это, во-первых, императив того, чтобы прекратить любое нацеливание на гражданских лиц в Сирии, на гражданские объекты. Это необходимость того, чтобы добиться беспрепятственного гуманитарного доступа в сотрудничестве с ООН. Второе. Необходимость работы по обеспечению прекращения боевых действий в Сирии, что, в конечном счете, должно заложить путь к полноценному прекращению огня, как и предусмотрено в резолюции 2268 вместе с механизмом проверки. И третий момент. Очень важно заявить о том, что определенные вооруженные группировки намерены отказывать в уважении международному сообществу и народу Сирии в плане лучшего будущего, потому что они отказываются не сотрудничать с террористическими группировками. Это Ан-Нусра и фронт Ашам. Четвертое. Ответственность, которую призван исполнить Совет безопасности, а также ведущая роль, которая отводится в международной группе поддержки Сирии и совпредседателям группы для того, чтобы добиться выполнения вышеупомянутых задач. Пятое. Это вопрос возобновления серьезных переговоров между сирийскими сторонами по переходному этапу согласно Женевскому коммунике и резолюции Совета безопасности 2254. Господин председатель, Египет в полной мере готов работать в рамках международной группы поддержки Сирии в Совете безопасности с постоянными и непостоянными членами Совета безопасности, дабы обеспечить выполнение тех задач, на которых я остановился в своем выступлении. В заключение, мне хотелось бы призвать членов Совета добиваться того, чтобы Совет безопасности смог восстановить свою роль и чтобы дискуссии велись бы серьезно и так, чтобы положить конец трагедии в Сирии. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.